Это итоги недели в студии Ольга Васенда. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. На контроле президента регистрация на экзамен и билет на электричку. С мая пенсионерам предоставят скидку 50%. Как получить льготу? В режиме нон-стоп в Бобруйске полным ходом идет ремонт дорог. Какие перспективы? Пенсия в кармане. К мобильному приложению ФСЗН подключились уже свыше 170 тысяч белорусов. Будут учитываться пожелания и интересы пользователей. В чем преимущество? Праздник наполненный светом. Православные верующие отмечают воскресение Христова. Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. Как бобручане встречают священный день? Пироид хореографического искусства. Ансамбль Василек в очередной раз покорил жюри на республиканском конкурсе. Я очень благодарна руководителям за все. В чем секрет успеха? Пепельный апокалипсис, золотой сахар и гуманитарный коллапс. В Италии объявлен режим ЧС из-за небывалого наплыва мигрантов. Какие меры принимают? Ставка на промышленную сферу. Президент на неделе встретился с делегацией Татарстана и главой региона Рустамом Манихановым. Минск и Казань связывают давние партнерские отношения. Миллиард долларов товарооборот только прошлого года. Половина нефтехимия. Александр Лукашенко отметил, замыкаться на этом не следует. Россияне не понаслышке знают о качестве отечественных товаров. Одно из перспективных направлений – машиностроение. В рамках союзного государства планируется запустить около 15 проектов. Беларусь и Россия будут вместе производить широкую линейку продукции – микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины и другую технику. Мы делаем очень большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Именно поэтому мы с президентом России в очередной раз уделили особое внимание теме в ходе двусторонних переговоров и заседания ВГС на прошлой неделе в Москве именно этому направлению. Итоги совместной работы мы видим. Созданное, допустим, 20 лет назад общество с ограниченной ответственностью МТЗ Татарстан сегодня является своего рода хабом по реализации продукции многих отечественных производителей. Другой пример – Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Александр Лукашенко предложил наладить выпуск компонентов для российских самолетов. У нас для этого есть необходимые компетенции и мощности. Учитывая тот факт, что Татарстан вернулся к массовому производству Ту-214, помощь Беларуси будет весьма кстати. Она позволит сократить импорт авиадеталей и оставить эти деньги внутри союзного государства. Кроме того, на встрече обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования, культуры, спорта и туризма. Капитально взялись за дело. В Бобруйске полным ходом ведутся работы по ремонту дорог. Специалисты уже уложили асфальт на Октябрьской. На очереди еще две центральные артерии. Всего в планах на этот год заменить 157 тысяч квадратных метров. Татьяна Горбач уточнила, какие улицы в списке. Ленинский район, улица Октябрьская – одна из самых оживленных магистралей Бобруйска. На неделе здесь было больше рабочей техники, нежели обычных автомобилей. Дорожники фрезеровали покрытие и укладывали новый асфальт. Апгрейд продолжается на Пролетарской и Гагарина. Пролетарская улица у нас в работе. Демонтируем дорожный борт и устанавливаем дорожный борт. Ремонтируем ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Дальше будет устройство верхнего слоя. И улица Гагарина. На данный момент демонтировали на участке, там где будет проходить текущий ремонт, демонтировали весь дорожный борт, произвели частично фрезерование. Приступаем к установке дорожного борта. В 2023-м у бобруйских специалистов большие планы. Отремонтируют 157 тысяч квадратных метров дорожной сети. Обновления коснутся Шевченко, Ванцетти, Чангарской, Карла Маркса, Батова, Шинной, Держинского, Социалистической, Садовой, Пушкино, Цветочной, Урожайной, Широкой, Севлеевской, Энгельсо-Комсомольской, Ковзана и Минского шоссе. Плюс переулки. Черепичный, Широкий, Резервный, Бахарова. Заменят тротуары на Минской, Урицкого, Чангарской и Береговой. Я замечаю очень позитивные перемены, особенно когда я езжу на велосипеде, и когда меньше колдобин становится на дороге, это супер. Ну и когда преображается город, особенно к летнему периоду, это вообще очень правильно сделано. Мы очень часто гуляем и в парке, и здесь, и постоянно город преображается, и все, как бы, и дороги замечательные, и ямок практически нет, мы и на коляске, как бы, гуляем, ну и все очень хорошо. Город на сегодняшний день преображается, дороги делаются, все прекрасно. Едешь на общественном транспорте, тем более после городского субботника, все блестит, сияет, и все шикарно и прекрасно. Кроме того, в Бобруйске меняется организация дорожного движения. Ранее закрытый отрезок Пушкина, пролегающий через площадь Ленина, теперь будет открыт. Улица, названная в честь классика русской литературы, будет главной по отношению к Максиму Горького. С 17 апреля перестроятся и маршруты автобусов 6 и 6А. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать перемены. Татьяна Горбач, Максим Галеонко. Итоги недели. Космический полет, контрольный вызов и зеленая инициатива. В Беларуси пройдет акция «Неделя леса. Сколько посадят деревьев». Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В республике выбрали двух кандидаток для полета в космос – основную и дублирующую. После изучения научной полетной программ и согласования с Роскосмосом они отправятся в РФ. Там пройдет их подготовка. Планировалось, женщина-космонавт из Беларуси полетит к МКС осенью. Однако из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз» дату перенесли на полгода – на весну 2024-го. Президент установил контроль за формированием цен на лекарства. В течение трех месяцев будет определен перечень препаратов, в отношении которых осуществят регистрацию стоимости. Кроме того, правительство проработает механизм установления предельного номинала. Это позволит сделать медикаменты более доступными. В стране 20 апреля завершается регистрация на централизованный экзамен. Проводиться он будет впервые. По форме сложности задания схожи с ЦТ. Проверка знаний пройдет 14 и 21 мая. Результаты необходимы для получения тестата об общем среднем образовании, которое вместе с сертификатом ЦЭ вручат на выпускных вечерах 10 июня. С мая пенсионерам предоставят 50-процентную скидку на проезд в электричках. Это связано с периодом сезонных сельскохозяйственных работ. Главное условие – наличие удостоверения. Купить льготный билет можно в кассах, на официальном сайте с помощью приложения «БЧМой поезд» или через терминалы самообслуживания. Акция «Неделя леса» пройдет в течение месяца во всех областях Белоруссии. В Могилевской с 17 по 23 апреля. Планируют посадить почти 5000 гектаров. Продолжат восстанавливать участки, которые в 2022 пострадали от ураганов. Принять участие может каждый. Лесхозы обеспечат всех желающих посадочным материалом и инвентарем. Без лишних слов. 170 тысяч белорусов уже подключились к мобильному приложению ФСЗН. Ресурс позволяет прежде всего контролировать своего работодателя. В полном ли объеме уплачиваются взносы в бюджет соцзащиты. Для того, чтобы зарегистрироваться на платформе, понадобится логин и пароль, либо ID-карта. После – аутентификация в межбанковской системе. Приложение доступно на Google Play и App Store. В дальнейшем, конечно, это мобильное приложение будет совершенствоваться, будут учитываться пожелания и интересы пользователей. Ну и надеюсь, что это поможет все-таки контролировать не только со стороны фонда, но и со стороны самих пользователей лицевые счета. В приложении также можно рассчитать страховой стаж или узнать, сколько его накопилось из 2003-го. При достижении пенсионного возраста в этом году он должен составлять не менее 19 лет. В следующем – 19,5, а в 2025 – 20. Пока, напомним, женщины уходят на заслуженный отдых в 58, а мужчины – в 63 года. Время торжества и духовной радости. Православные отмечают главный церковный праздник в году – Светлое Христово Воскресенье. Крестный ход, божественная литургия и традиционно освящение куличей – особый день для большинства бобручан. На всеночную отправилась и наша съемочная группа. Быть вместе, чтобы разделить радость библейской победы над вселенским злом. Накануне Светлого дня, в Великую Субботу, бобручане готовятся встретить Воскресенье Христово. У Никольского кафедрального собора многолюдно. Приходят целыми семьями. Приносят для освящения пасхальные куличи и крашеные яйца – обязательные атрибуты праздничного стола. Просят о сокровенном, благодарят за то, что есть, и верят, что дальше все будет хорошо. Это такой светлый праздник. На душе радость. Очищаешься, очищаешься дом. И внутри себя душу, мысли светлые. Пасха – это, наверное, семья, уют, булки, яйца. Вот этот семейный круг, возможно. Мне кажется, это еще связь с предками, связь с семьей и что-то светлое. Мы красим яйца всегда в луковой шелухе. По традиции яйцо должно быть красным. Ходим в храм, освящаем, приучаем к этому наше подрастающее поколение. Страстная суббота – время покоя и духовной подготовки к светлому празднику Пасхи. Люди молятся, скорбят о смерти Христа и радуются предстоящему воскрешению. В этот день происходит одно из главных чудес православной церкви – схождение благодатного огня в храме гроба Господня. Поздно вечером перед началом всеношной службы паломники доставляют частичку святыни в Минск. Огонь привозят в специальной лампаде, которая сделана таким образом, что пламя не гаснет даже во время резких перепадов давления. Чудо, которое он сотворил этим, является продолжением веры наших всех православных христиан, которые встречают этот праздник с весельем, с торжеством, с молитвом и доверием, конечно, посредшему Господу Иисусу Христу, который проложил нам дорогу от земли на небо. К полуночи сотни верующих собираются на крестный ход. Он символизирует шествие навстречу Спасителю. Православные несут крест, хоругви, иконы, лампады и свечи – частицы благодатного огня, сошедшего на святой земле. Ликующий колокольный звон сообщает городу и миру благую весть о воскрешении Христа. Праздничную службу возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Убранство храма особое. Белый цвет – олицетворение божественного света и чистоты. Красный – символ крови, пролитой Христом и жизни, торжествующей над смертью. Христос воскресе! Води Христу воскресе! И взрослые, и дети стоят рядом, держат свечи, поздравляют друг друга с праздником и подтверждают – смерть можно победить добротой и силой духа. Ведь с момента вознесения Христа и по сей день люди призваны следовать высочайшему образу евангельской любви к ближнему, быть открытыми и честными, добрыми и милосердными. Физически находясь в храме, духом мы стремимся вместе с женами-мироносицами к живоносному гробу. Мыслями уединяемся в Сионской горнице с апостолами, таинственно с Фомой осизаем причистые раны Христа. И горят наши сердца от радости о воскресении, как у Луки и Клеопы, путешествующих в Маус. Постараемся сохранить эту спасительную уверенность в присутствии с нами воскресшего Господа, потому что эта вера, по словам апостола, есть победа, победившая мир. Праздник Пасхи дарит нам особую радость от осознания победы Спасителя над последним врагом – смертью. Он дарит уверенность в собственном воскресении и вечной жизни в Небесном Царстве. Известный сербский богослов преподобный Иустин сказал об этом замечательные слова. «На земле не существует истинной радости без победы над смертью, а победы над смертью не существует без воскресения, а воскресения без Христа». Пасха возвышает человеческий дух, побуждает каждого из нас задуматься о своем высоком предназначении. Умножим в светлые пасхальные дни нашей силы для совершения добрых дел, чтобы радость воскресения Христова коснулась сердец, нуждающихся в помощи, заботе и утешении. Каждый из нас, вкусивший благодатных даров от тридневно воскресшего Христа, может и должен позаботиться, передать эту святую веру своим крестникам, своим близким. Торжествуя воскресение Господа, начальника мира, с особой силой будем совершать наши молитвы о мире и братолюбии. Пусть жизнодавец Христос смягчит озлобленные сердца, добрых сохранит по благости своей, злых соделает добрыми по доброте своей. Избавит всех нас от бед и нестроений. Молитвенно желаю, чтобы радость Пасхи пришла в каждый дом, чтобы воскресший Господь благословил всех нас миром и благоденствием, даровал нам возможность жить и трудиться во славу Божию и к пользе ближнего. Еще и еще раз поздравляю вас, дорогие мои, с Пасхой Божией Спасительной и обращаюсь к вами с бессмертным и радостным свидетельством. «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» Верующие славят Христа на протяжении сорока дней. Ровно столько времени воскресший Спаситель был со своими учениками до момента Вознесения на небо. Первая неделя после Пасхи называется Светлой Седмицей. Царские врата православных храмов распахнуты настежь в знак того, что Иисус открыл людям двери в Царство Небесное. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. История чувств через движение. Бобруйск издавна славится талантами. Ансамбль «Василек» по праву считается визитной карточкой города. Коллектив – неоднократный победитель самых престижных танцевальных состязаний. Очередное достижение – успешное участие в республиканском конкурсе хореографического искусства «Время танцевать». О дальнейших планах Елизавета Липеева. Локти вперед, плечи назад. В ансамбле шесть разновозрастных групп. Более 200 ребят от 4 до 18 лет кружатся в вихре Васильков. В награду за многочисленные тренировки, дипломы первой и второй степени и победа в номинации «Эстрадный танец». Коллектив не впервые покоряет жюри на масштабных конкурсах. В 2022-м завоевали главный приз – гран-при. Все благодаря полной самоотдаче юных дарований и чуткому руководству педагогов. На репетициях требую, чтобы дети выкладывались по полной, чтобы они работали как в последний раз перед концертом. То есть каждая репетиция – это мини-выход на сцену. Обязательно улыбки, обязательно энергетика, обязательно все технические хореографические требования, это естественно. За каждым успехом – большая история. Дарья Шункевич в этом году станет выпускницей Васильков. С теплотой и любовью вспоминает, как 10 лет назад пришла на первую репетицию. Сейчас за плечами уже бесчетное количество выступлений и побед на престижных состязаниях. В сердце нерушимая связь с хореографией и ансамблем, который стал родным. Очень дружные ребята, руководители просто прекрасные. На самом деле очень люблю это место. Я очень благодарна руководителям за все то, что они для меня сделали. Между тем, в заслуженном любительском коллективе «Кукушечка» в самом разгаре подготовка к отчетному концерту. Еще недавно ансамбль выступал в шоу-театре песни «Шинанай». Сейчас уже готовит собственное. Старательно оттачивают и доводят до совершенства каждое движение. Для блистательной программы важен не только талант, но и трудолюбие. Для нашего города наш коллектив очень важен. Коллективу 27 лет. И 27 лет мы всегда танцуем, мы всегда радуем людей. Нас приглашают на различные фестивали за пределы Республики Беларусь, на конкурсы, на концерты. Мы всегда ездим, получаем наши заветные места. Мы являемся обладателями Гран-при. Сибирский перепляс, пастушки, хава-нагила, пчелки удивлять будут как всеми любимыми хореографическими постановками, так и новыми. В концерте примут участие около 200 ребят. Насладиться искусством танца можно 22 апреля в 14 часов во Дворце искусств. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Общенациональная забастовка, миграционный кризис и золоченая карета. В Букингемском дворце раскрыли новые детали коронации Карла Третьего. Какие известны подробности? Далее громкие заголовки мировых новостей. Как крыло самолета, мировые цены на сахар бьют все рекорды. Стоимость сладкого продукта выросла до 700 долларов за тонну. Впервые за последние 12 лет. Такой скачок произошел из-за действий основных поставщиков. Индия ограничила экспорт из-за внутренней инфляции и подорожания нефти, на которой работают заводы. Поставки из Бразилии сокращаются из-за дорогого бензина, который вынудил потребителей перейти на альтернативное топливо. На Франции началась 12-я общенациональная забастовка. На улицы городов вышли около 600 тысяч человек. Они строят баррикады, взрывают петарды и жгут фаеры. На этот раз протесты возглавила французская молодежь, которая требует не только отмены пенсионной реформы, но и отставки руководителя страны. Не остались сторонней коммунальщики. Они снова отказываются работать. Париж утопает в тоннах отходов. В Италии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. С начала 2023-го в страну по морю добрались более 30 тысяч человек. Вчетверо больше, чем за этот же период прошлого года. Особенно тяжелая обстановка на юге страны. Время организаторов незаконных перевозок будут сажать на 30 лет, но пока это не помогает. Сильнейшее за последние 60 лет извержение вулкана Шевелуч произошло на Камчатке. Исполин выбросил огромный столб пепла на высоту 20 тысяч метров над уровнем моря. Облако протянулось на 500 километров и продолжает распространяться. Больше всего от стихии пострадали ближайшие поселки. Там на землю лег слой 8 сантиметров. Улицы погребены под серой массой. Специалисты не исключают, может произойти повторный выброс на 10-15 километров. В Букингемском дворце раскрыли новые детали коронации Карла III. Монарх проедет меньшую дистанцию, чем Елизавета II. Глава Британии с супругой прибудут в аббатство в современном экипаже, выпущенном в 2014-м. Обратный путь они проделают в золоченой карете 18 века. Ее длина более 7 метров, вес 4 тонны. Из-за этого она может передвигаться только в прогулочном темпе, что действительно придает величественность и статность королевской процессии. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова